Учитель английского языка Виталия Андреевна взгляд не может оторвать любуюсь видом на родной Уралмаш. Подарок, ключи от современной трешки, она с мужем и маленьким сыном получила годы педагога и наставника. Вот уже почти год, как мы живем в новом доме. Наводим уют в новой квартире. Хочется сказать спасибо за надежду и возможность сделать нашу семью еще более счастливой. Уютные комнаты, общественные зоны, детская площадка и хоккейный корт. Стоимость квадратного метра 30-40% от рыночной. Это две многоэтажки на 500 квартир для работников бюджетной сферы, оборонно-промышленного комплекса и многодетных семей, построенные по госпрограмме. Следующий дом появится на Уктусе. Строим 24-этажный жилой дом, заказчиком которого является ЖСК «Семья» в составе комплекса. Детские площадки и элементы благоустройства. Жилищно-строительный кооператив «Семья» – это 217 семей врачей. Узнали о том, что есть такая федеральная программа, по которой люди, врачи, многодетные семьи, работники ОПК имеют право на субсидированное жилье. Обратились к губернатору. Он помог нам найти подходящую территорию и выделить землю. Среди врачей, ожидающих новую квартиру, хирург Виталий Ржанников, спасший сотни жизней пациентов. По совместительству он еще и многодетный папа Станислава, Вероники, Виктора, Демида и Лидии. Каждому ребенку, как говорится, необходимо свое жизненное пространство. Конечно, на каждого по комнате не выделить, но тем не менее, хотя бы разнополо разделить соответствующим просторам, уютам. Я думаю, это будет возможно. Согласно 161-му федеральному закону, кооператив подает ходатайство на выделение бесплатного участка в Могисо и главе региона, а губернатор обращается к федеральному оператору Дом РФ. Стоит отметить, что Свердловская область входит в топ-5 регионов, реализующих программы жильестроительной кооперации по объему ввода жилья. Построено 86 тысяч квадратных метров жилья, что улучшило жилищные условия более 1200 семей. В столице Среднего Урала уже построено 5 новых домов в разных районах города.